Всем привет, мои дорогие! Вы на канале Дневник Домохозяйки и мы с вами на террасе. Сегодня у нас суббота. Последняя суббота в этом уходящем году. Следующий суббот уже будет новый 2022 год. Встаю на террасе, но дальше двери я пройти не могу. Сашенька затащил ёлочку. Ждали сегодня деток. Думали, приедут детки. Будем с Павлушенькой наряжать. Ну, Павлушеньке там свои дела, своя тусовка. Он сегодня на день рождения. Евгений у нас, кстати, тоже в Лазертаке у одноклассника. То есть у них сегодня совпало. Павлушеньку пригласили к мальчику на день рождения. Евгению тоже к однокласснику. Ярослав тоже отличник, как Женя. И вот они с первого класса дружат. Ну что, все детки разбрелись. Мы с Сашей, значит, будем одни наряжать ёлочку. Кому интересно, оставайтесь с нами. Мы вам потом всё покажем. Чего ты делаешь, Паш? Ты мне лапшатки делаешь. Это что, токарный станок? Как? А я не знаю. Кто там, Витя? Да нет! Артём Глазков. Артём Глазков? Ты у кого на дне рождения? Мы сегодня вот в таком прекрасном центре у нашего одногруппника, ну, из детского сада, день рождения. И он пригласил нашего Павла к себе на день рождения. Тут очень большой такой комплекс для наших деток. Народу мало. Всех, короче, тусуют. Вон Павел уже с каким-то ещё мальчиком познакомился с большим. Побежал, побежал. В общем, очень весело им. Второй час гуляем. Ёлочку установили. Сашульке пришлось немножко потрудиться. Ёлочка у нас в этом году нестандартная. Я вам уже говорила. У нас очень сильно разрослась сосна. И в качестве ёлочки мы решили использовать одну из веточек. Но у сосны веточки очень раскидистые, конечно. Ну, мы сейчас всё тут установим. Это всё понятно. Пока ещё у нас с неё капает снежинки. Вон, тряпочку подстелили. И потом будем наряжать. Кому интересно, оставайтесь с нами. И мы вам всё покажем, как мы ёлочку нарядили. В общем, решили мы сохранить одну ёлочку живую в лесу. В том году, кто со мной давно, помнит, что мы с Сашей ездили за ёлочкой в лес. Ну, конечно, нет, всё официально. Всё было оплачено. Выделялась специальная делянка. И люди там рубили для себя ёлочки. Но в этом году мы решили, вот, приятный с полезным. Нам всё-таки нужно будет уже немножко как-то делать поменьше сосну, растущую на нашем участке. И нам хорошо. Вот. Ну, что-что нестандартное. Ёлочка, она и в Африке ёлочка. Вот такая у нас сосна будет. Ой, мне так нравится. Такой запах хвои. Оставайтесь с нами, кому интересно. Пришли в ДНС. Выбирать маме подарок. Хотим купить маме электропечь. Выбор огромный. Ну, мне уже посоветовали. Алёнка. У неё есть такая. Вот. Мы решили купить её. Вот такой выбор, конечно, огромный. Разнообразие. Вот у нас магазин ДНС. Шулька спускается с коробкой. Вот такую печь, электропечь мы купили в подарок. Для мамы. Ну, с сестрой. С сестрой. Там, с племянницем. Стоит она 7500. Эта печь. Эту электропечь мне посоветовала Алена. С канала Живём в деревне. Очень интересный канал. Аленушка рассказывает про жизнь в деревне. Внучок у неё, Лёвушка. Тоже баню они строили. Заглядывайте на канал Алёнки. Подписывайтесь. Очень хорошая женщина. Душевная такая. Юмористка иногда. Что-нибудь скажет. Так я даже выражений-то таких не слышала. Живут они где-то рядом с Екатеринбургом. Вот. Ален, спасибо тебе за твои отзывы. За твои рекомендации. Вот нашли мы такую электропечь. Думаю, что маме очень понравится. Из всего, что там стояло, она вот даже мне чисто внешне понравилась. Так что вот, мои дорогие, завтра поедем мамочку поздравлять. Мамочке завтра 71 год. О, пришла из бани. Лежу под ёлочкой. О, ёлочек, видите? Ещё не доделала. Лежу, хвоей дышу. Кому интересно, доделаем потом попозже. Суббота сегодня баня. Саня там хоккей смотрит. Фу, хорошо-то как. Ой, а хвоей-то как пахнет. Как будто прям в лесу находишься. Красота. Хочу вам показать. Ёлочку я доделала. Подарочки. Ну, это такие а-ля подарочки. Подарочки ещё не упаковывала. Вот у нас такая ёлочка. Но она у нас, правда, немножко так вот к стеночке прислонена. Она у нас уставшая ёлочка. Ой, а запах какой, вы не представляете. На всю гостиную. Дождик, как в детстве. Мама всегда тоже покупала. У бабушки всегда живая ёлка в деревне была. Нас привозили на каникулы. И всегда была живая ёлка. Дедушка приносил из леса. Вот такие вот дела. Ну, ладно. На сегодня, наверное, всё. Буду закругляться. Всем спасибо, кто был со мной. Спасибо за внимание. Всех, конечно же, люблю, ценю и уважаю. И жду вас на своём канале. Пока-пока, мои дорогие. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok